Судьба долгостроев, программа реновации, новые транспортные каркасы, активное долголетие. Как меняется Москва? Что уже сделано, а что предстоит? Сергей Собянин ответил на эти и многие другие волнующие москвичи. Вопросы в прямом эфире наших коллег телеканала ТВЦ. Некоторые интереснейшие моменты беседы у Андрея Ященко. Больше никаких скучных спальных районов, удобные парки и современные детские площадки дойдут до самых отдалённых уголков столицы. Для москвичей создают точки притяжения рядом с домом. Каждый район – своеобразный город в городе, где есть всё для полноценного отдыха. Мы должны видеть район как некую обособленную территорию. И смотреть, а что там не хватает? Школы, больницы, общественного транспорта, скверов, парков, связанности этих территорий, каких-то знаковых объектов. Москва планомерно избавляется от гнилых зубов заброшенных зданий. В ноябре в столице снесли Ховринскую больницу – самый мрачный большой столичный долгострой. На его месте построят дома по программе реновации. В Москве очень много было объектов недостроя, полузаброшенных объектов, особенно объектов, которые нам достались, как Ховринская больница ещё с советского периода. Разрушать, в общем-то, тоже рука не поднималась. Но, тем не менее, провели мы ревизию всех этих недостроев, долгостроев. И 700. Сегодня без решения осталось около 200. Часть из них достроена, часть из них стройки. По части, как по этому объекту, принято решение о сносе. Москва формирует новый транспортный каркас, давно задуманный. Проект с хордами-связками уже прорисовывается на карте города. Часть трасс уже сдана. Теперь упор на развитие скоростного транспорта. После запуска МЦК все усилия брошены на московский диаметр и большое кольцо метро. Мне кажется, что к 2023 году основной массив этой программы мы сумеем реализовать. Хотя это, конечно, сверхабенциозная задача. С учётом московских центральных диаметров МЦК, подземного метро, всего в системе метрополитена будет около тысячи километров. Мы начинали с 300. Коснулся мэр Москвы темы образования. После введения ЕГЭ конкуренция при поступлении в столичные вузы стала более жёсткой. Московским школьникам приходится бороться за места с лучшими учениками со всей страны. Но реформа образовательной системы позволила им повысить уровень знаний. У нас уровень сдачи единого госэкзамена в Москве по качеству практически в два раза лучше. Количество олимпиадников стало тоже в разы больше. И на международных олимпиадах, и на российских. Программа «Активное долголетие» получит новое развитие с упором на районы. Это будут не отдельные секции-кружки, а клубная система с особой атмосферой. Тем, кто ещё не достиг пенсионного возраста, столица тоже решила активно помогать. Независимо от того, когда у тебя наступает пенсионный возраст, независимо от того, когда ты выходишь на пенсию, льготы уже начинают действовать по возрасту. 55 и, соответственно, 60 лет. Такое серьёзное решение, на мой взгляд, справедливое, потому что сам по себе переход такой непростой. И город должен был позаботиться о своих жителях, чтобы смягчить этот переход. Один из самых популярных вопросов, которые задавали мэру, как будет выглядеть Москва на Новый год. Как это будет выглядеть на Новом году, будет уже понятно. 14 декабря, когда откроется полноценно ярмарка путешествий в Рождество, все инсталляции загорятся, все шале заработают. Это будет продолжаться почти месяц. Так что будет время насладиться таким замечательным праздником. Самое главное, в столице появятся новые фестивальные площадки, в частности, в Кузьминках, чтобы праздник пришёл в каждый район. Андрей Ященко, Вести.